Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 5 марта, и своеменина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Николая, Льва, Тихона, Саввы, Сергия, Иоанна, Давида, Афанасия, Антония, Луки, Леонтия, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Иоанна, Феодора, Ярослава. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомучника, священномучника Протерея Николая. Розов Николай Васильевич родился 27 ноября 1877 года в селе Жданово Сибирской губернии в семье священника Василия Розова. Все три сына отца Василия стали священнослужителями, двое из них были диаконами. Известный патриарший архидиакон Константин Розов и диакон Михаил Розов, принявший сан в 30-х годах и служивший в одном из храмов в городе Ариньембауме. В 1898 году Николай окончил Симбирскую духовную семинарию, женился на дочери священника, девице Ольге, выпускнице ипорхиального училища в Симбирске. В последствии она стала ему верной помощницей, разделив с ним тяготы гонения и ссылки. В 1904 году он в соборе города Симбирска был рукоположен во священника, ко храму в селе Барышская Слобода, неподалеку от Аллатыря. В 1906 году отец Николай переехал в Санкт-Петербург и поступил в духовную академию, которую окончил в 1910-м со званием кандидата богословия. После чего стал преподавать закон Божий в Еленском институте. Всю свою жизнь отец Николай был принципиальным противником пьянства. Близким он говорил, что это от того, что он глубоко переживает пристрастие к вину отца и старшего брата. Не дома, когда приходили к священнику гости, не в гостях, при отце Николая никогда за трапезой не подавали вина. Живя в Санкт-Петербурге, он был деятельным участником Александра Невского общества трезвости. В 1908 году общество выпустило направленную против пьянства брошюру, написанную отцом Николаем, в которой он в частности писал. Кроме казенных винных лавок, теперь в каждом селении торгуют несколько частных шинков. И могучие волны водки прокатываются по обширной равнине России, нигде не встречая преград своему разрушительному действию. Катятся волны, захлестывая города, села и деревни. Гибнет, захлебывается в море водки русский народ. Вот, уже ли мы будем еще и еще добровольно не стегнет этого злого гения нашей Родины? Уже ли мы будем продолжать пить, похмеляться и безобразить? А в промежутках между похмельем и пьянством, когда тело устанет от обильных угощений, на пьяном пире горе-богатыря, мы будем спать тяжелым, кошмарным, пьяным сном? В 18-м году отец Николай стал служить в храме в селе Григорове, неподалеку от Аллатыя, где служил до 22-го года. Затем переехал в село Коноклейки, в Мордовию. В те годы в глухих деревнях еще сохранилось благочестие. А нечесть, если и проявлялось среди простого народа, то было достаточно беззлобным. Однажды отец Николай шел с сыном по селу. Стоящая на улице группа молодежи, увидев священника, стала громко скандировать. У папата рукавата, батюшки. На что отец Николай тут же ответил. У ворот-то дураков-то матушки. Услышав ответ, молодежь одобрительно загудела. В это время еще устраивались крестные ходы во всех тех случаях, когда требовалась помощь Божия. Во время засухи, при падеже скота, когда выгоняли первый раз после зимы скот на пастбище, и вера народа не посрамляла просящих. С 25-го по 31-й год отец Николай служил в небольшом деревянном храме в селе Купчино, в пригороде Петрограда. В это время он был возведен в Сан-Протеерее. В 32-м году староста греческой, что на Лиговском проспекте церкви Колхитис, пригласил отца Николая стать в ней настоятелем. Прихожан греков в то время оставалось всего несколько семей, но церковь считалась посольской. Иногда сюда приезжал посол Греции, по национальным праздникам вывешивался греческий флаг. Большое внимание в храме уделялось пению. Здесь был профессиональный хор под управлением Рождественского. В нем пели многие оперные певцы, но характер пения был скорее светский, нежели церковный. Один из алтарей был в честь святителя Николая Чудотворца. Это место в храме Протерея Николай назвал русским уголком. Этот алтарь староста упразднил без согласия на то настоятеля. Будучи настоятелем, отец Николай хотел богослужение в храме сделать более уставным, но и здесь претерпел неудачу. В 1932 году вынужден был перейти в Никольский храм на Охтицком кладбище, а в 1935-м Протерея Николай был награжден Митрой. В 1935 году власти произвели широкий арест среди духовенства города, коснувшийся Никольского храма. 19 марта 1935 года был арестован отец Николай. На допросе на следующий день следователь спросил его, «Что вас заставило устраиваться на службу в греческую церковь? Я пошел туда по письменному приглашению староста церкви Колхитиса. Кого вы знаете из греческого консульства? Не знаю никого. Какова причина ухода из греческой церкви? Уволили за то, что не ужился с администрацией. Кого вы знаете из прихожан греческой церкви? Никого не знаю. За что были высланы ваши сослуживцы? Не знаю. Они об этом мне не говорили. Я же их жалею, как людей, не заслуживающих высылки». В связи с принятым в 1937 году советским правительством решением об уничтожении духовенства по всей стране были арестованы священники, находящиеся на свободе, в ссылках и заключении. 9 декабря была выписана справка на арест протерея Николая. В ней говорилось, что будто бы он производит контрреволюционную фашистскую пропаганду, распространяет провокационные слухи о войне и поражении Советского Союза. За активную контрреволюционную агитацию Розов подлежит аресту с одержанием под стражей на время следствия в Уфимской тюрьме по первой категории. 12 декабря священник был арестован и заключен в тюрьму. В тот же день он был допрошен. Допросы продолжались в течение месяца. 13 февраля тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. Протерей Николай Розов был расстрелян 5 марта 1938 года и погребен в общей безвестной могиле. Ну вот, дорогие мои, прожили мы первые два дня Великого Поста, которые именуются чистыми. Чистый понедельник, чистый вторник. По сложившейся традиции в эти дни христиане особо воздерживаются от вкушения снегий для того, чтобы как-то настроиться на весь период поста, совершить такой стартовый рывок. И сегодня во всех храмах Русской Православной Церкви совершается первая литургия прежде священных даров. Литургия, составленная святителем Григорием Папой Римским Двоесловом Таких служб в течение года совершается ну, около двух десятков и все они проходят во время Великого Поста в основном в среду, в пятницу или в какие-то дни особых праздников, когда и в другие дни на неделе Церковь благословляет совершать литургию прежде священных даров. В отличие от литургии Василия Великого Иоанна Златоустого и апостола Якова присуществление на самой литургии прежде священных не совершается. Поэтому обычно в воскресенье на литургии на литургии заготовляются запасные дары агнцы, которые хранятся в церкви в алтаре на престоле и во время литургии совершаются определенные священные действия которые не притворяют тело и кровь, вернее хлеб и винов тела и кровь, а подготавливают христиан молитвенно, покаянно к принятию прежде священных даров. Поэтому на таких литургиях не причащают младенцев, потому что младенцев обычно причащают кровью для того, чтобы так они могли потребить, а твердые частички тела Христова младенцам не дают. Ну и кроме того, весь ход богослужения конечно имеет элементы нам привычной литургии Иоанна Златоуста, но тем не менее очень отличается и песнопениями, и молитвословиями, которые священнослужитель совершает во время литургии. Я говорю все к тому, что понять отличие богослужений великого поста от обычных служб можно только присутствие на буднях, особенно сегодня или в пятницу на литургии прежде священных даров. В субботу и воскресенье службы совершаются обычным чином и содержат очень мало элементов постного богослужения. Важно планировать свое время так, чтобы находилось время для посещения храма. Пост это лишь средство для усиления молитвенного труда, молитвенного подвига. Постом смирял душу мою, и молитва в недра моя возвращалась, говорит пророк Давид. Поэтому одной диеты недостаточно. Необходимо и церковное богослужение почаще посещать, особенно в первую неделю. Ну, дострастно еще доживем особо, скажем. Дополнительные молитвы можно включить в домашнее молитвенное правило. Ну, как минимум молитвы Ефрема Сирина с поклончиками, не спеша, чтобы такой постный настрой он был и для домашнего богослужения. Ну, и, конечно, обязательно духовное чтение. Своим сотрудникам, прихожанам предложил во время Великого Поста почитать книгу Иоанна Лествичника «Лествица». Серьезное духовное чтение. Давайте для тех, кто уже имеет навык святоотеческой литературы изучения, можно потрудиться над этим замечательным духовным трудом, поразбирать, подумать, размышлять над книгой преподобного Иоанна. Ну, и, конечно, усилим внимание к себе, почаще будем бывать на таинствах исповеди и причастия, именно для этого церковь, и на неделе несмотря на время покаяния, сетования о грехах оставляет возможность духовной радости на литургиях прежде священных даров. На них христиане ревностны о своей душе, также приступают к принятию христовых тайн. Время поста пролетит быстро, дай Бог, чтобы мы приобрели добрый плод Духа Святаго на этом пути. Помогай нам всем, Господь!